Сьюзи, почему ты стоишь? Сейчас автобус уйдет, скорее! Лепа, я не могу уехать. Что случилось? Я забыла свои тетради в школе, а без них не смогу сделать домашние задания. Так беги скорее, забери их. Я попрошу водителя, чтобы он подождал. Понимаешь, папа, я боюсь. Кого? Учитель Абалди. Я забыла свои семь тетрадей в его классе. Естественно, он меня так просто не отпустит. Попросит, чтобы я в наказание решила его задачки. Ты же знаешь, как он помешан на своей математике. Так в чем проблема? Решишь и заберешь тетради. Тебе легко говорить, Пепа. Ты любишь математику, легко с ней справляешься. А я с ней ну совсем не дружу. Ну, хорошо. Хочешь, я пойду вместо тебя и заберу тетради. Ты бы меня очень выручила, подруга. Спасибо тебе. И еще. Там всего семь тетрадок. Ладно. Жди тут. Я скоро. Пепа? А ты что тут делаешь? Уроки окончены ведь? Мистер Балди, я хочу забрать тетрадки моей подруги Сьюзи. Она забыла их у вас в классе. А почему же она сама не пришла за ними? Я как раз ожидал ее увидеть тут. Так получилось. Непредвигенное обстоятельство. Ладно. Тогда тебе придется решить мои задачи по математике. Только тогда я отдам тебе тетради. Согласна, мистер Балди. Решай. Так. Сколько будет 35 плюс 67? Дайте-ка подумать. Это будет 102. Умничка, Пепа. Люблю, когда дети правильно решают мои примеры. Я всегда их за это вознаграждаю. Вот тебе монетка. Держи. Купишь себе сладенькую газировку, которую я так сильно люблю. Газировку можно пить только умным детям и учителям. Ну давай. Теперь следующий решай. Так. 684 минус 265. Равно 419. Вот. Что? Как ты так быстро? Так нечестно. Это примеры я подготовил для Сьюзи. А ты у нас отличница. И конечно же такие легкие примеры решила быстро. Поэтому я дам тебе только две тетради. По одной за каждой. Чтобы забрать остальные, тебе придется решить задачи посложнее. Я сейчас пойду и оставлю в каждом классе по одной тетради. А на доске напишу задание. Решишь его, можешь забрать тетрадки. Нет? Пеняй на себя. Ну ладно. Я согласна. А за этот решенный пример мне разве не полагается монетка? Что? Какая наглость. Ну вы же сами говорили, что всегда награждаетесь за правильно решенные примеры. Говорил. Вот тебе монетка. Но не думай, что в следующий раз будет так же легко. Думает, что напугал меня. Как бы не так. Я люблю решать сложные задачи. Это ведь хорошая зарядка для мозга. Так. Посмотрим, что он мне подготовил в этом классе. Что? Ну ведь это бред какой-то. Это невозможно решить. Это даже не числа. А каракули какие-то. Каляки-маляки. Учитель Балди, наверное, сошел с ума. Так, ладно. Какой был вопрос, такой и ответ будет. Готово. Нужно поторопиться. Забрать еще пять тетрадей. Автобус меня долго ждать не будет. И тут то же самое. Значит, так же, как и в прошлый раз, решим эту задачку. Пусть докажет, что это неправильный ответ. Собрала шесть тетрадей. Осталась еще одна. А ну стой. Сейчас я тебя буду наказывать. Ты неправильно решила мои примеры. Но учитель Балди. Даже слышать ничего не хочу. Наказание не избежать. Нужно бежать. Он очень не рассержен. И похоже, даже не выслушает моих оправданий. Стой. От меня тебе не уйти. Слышишь? А ну стоять. Ты куда бежишь? Не видишь, что ли, я тут полы протер? Но мне очень нужно в тот класс забрать тетрадку. Сейчас автобус идет без меня. Это твои проблемы. А я не собираюсь второй раз убирать тут. Тебе придется пойти другим путем. Стой, беглянка. Сейчас ты познаешь, сколько сантиметров в моей линейке. Ничего не поделаешь. Придется пойти в обход. Девочка, поиграй со мной. Извини, но мне некогда. Ну пожалуйста, поиграй со мной. Хотя бы пять минут. У меня секунды времени нет. Но мы и так уже разговариваем с тобой десять секунд. Если ты со мной откажешься играть, я расскажу своему папе. Если твой папа директор, это не значит, что ты можешь командовать учениками. Я не буду с тобой играть. Пока. Он догоняет меня. А ну стой! Я тебя все равно достану! Нужно поторопиться. Нажми на тормоза. Тут прохода нет. Как это нет? Вот же проход есть. За проход беру плату. Кто не согласен, тот получит люлей от меня. Вот монетка. Пропусти, пожалуйста. Так и быть. Проходи. Пора бы тебе исправиться. Если так и дальше будешь продолжать хулиганить, то впереди тебя ждет исправительная колония для малолетних. Не твое дело. Сама знаю. Стой, Пепа! Погоди минутку! Догоняет. Что же делать? Придумала. Куплю в автомате газировку на оставшуюся монетку. Выпью и оставлю у него на пути пустую баночку. Наверняка он не удержится от соблазна. И захочет купить себе напиток тоже. Так я и выиграю немного времени. Гази-газировка! Не могу пройти мимо. Вот и последняя тетрадь. Пора бежать к автобусу. О! Магнитофон! Он может мне пригодиться, чтобы отвлечь внимание учителя. Так я и знал. Она забрала последнюю тетрадь. Нужно догнать ее и наказать. О, да. Как я люблю наказывать. Жаль, только мне попался такой умный ученик, который легко решает все задачи. Пришлось прибегнуть к хитрости. Но она, похоже, перехитрила меня. Учитель Балди! Кто тут? Учитель Балди! Кажется, тут кто-то есть. Учитель Балди, я здесь! Мне послышалось? Кто-то зовет меня с того конца кабинета. Странно. А эта свинка не такая уж и умная, как я думал. Я иду! Проклятие! Она обманула меня! Вот и все. Учитель Балди остался с носом. Что я вижу? Ученик бегает по школе. Ой, сэр-директор. Разве ты не знаешь, что по школе бегать воспрещается? Но я просто боюсь опоздать на автобус. Автобус уже уехал. Мне только непонятно, что ты тут делаешь в такой поздний час. С этим нужно разобраться. Иди за мной ко мне в кабинет. Кажется, придется вызывать родителей в школу. А может не надо? Надо, Пеппа. Надо. Я очень люблю математику. Ведь она учит нас логически мыслить, что так необходимо человеку. Но ты свинка. Это не меняет сути дела. Учитель Балди использует не педагогические методы. Балди? Вы уволены. Всем привет. Сейчас я прочитаю 10 случайно подобранных приветов от наших подписчиков. Мисс Мадина передает привет. Лиза Смайл. Медиэр Хиппи-пост Тен Бро-Бро. Виктория Теодорская. Элина Дяченко. Кристина Ульянова. Ирксана Ксена. Виктория Старт. Артему Баженко. Лясковская Ирина. Вот. Ну и конечно же подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пишите в комментариях свои приветы. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. И делитесь в соцсетях с друзьями. Ну вот в принципе и все.